Исключить полностью сахар, сдобу, острый алкоголь. Следует учесть, что при этом заболевание имеет место наследственная предрасположенность. Если болели оба родители, их заболевание у детей достигает 100%, если один – 50%. Факторы, способствующие сахарному диабету, переедание, атеросклероз, гипертония, чрезмерное потребление сладкого. У полных людей заболевание в 7-10 раз выше, чем у нормальных людей, так как инсулина вырабатывается больше необходимого, и он способствует превращению углеводов в жиры, которые накапливаются в организме и жировых клетках. Они увеличивают и теряют чувствительность к инсулину, что и приводит к инсулиновой недостаточности. Рецепты. Одна столовая ложка измельченной порошок гречневой клюпы развести в одном стакане кихлира и принимать по стакану два раза в день во время завтрака и ужина. Можно одну столовую ложку гречки залить 0,5 литра воды на ночь, утром воду слить, а гречку съесть утром на тощак. Так делала моя мать, она прожила 81 год. Репчатый лук ошпарить кипятком, измельчить, добавить растительное масло и есть два раза в день во время еды. Пить вместо обычной воды в течение дня подкисленную лимонную соком воду. Взять в равных частях листья черники, крапивы, измельченные корни одувальчика, одну столовую ложку сбора, настоять в одном стакане кипятка, процедить и пить по 0,5 стакана три раза в день до еды. В один литр пива добавить 0,5 стакана тертого хрена, 6 зубчиков чеснока, настоять 5 дней в темном месте, процедить и принимать по одной чайной ложке три раза в день, два дня. Задем по одной столовой ложке три раза в день до еды, один месяц. Этот способ лечения снижает сахар в два раза. А также для укрепления поджелудочной железы старинное средство. Берем, кидаем в горячую воду лимон, 5 минут он там будет. Потом выдавливаем из него сок, сколько получится. Выпываем утром на тощак и запываем разболтанным сырым курячим яйцом. Ну, воборот, яйца домашние. Так делают три дня. Это стимулирует поджелудочную железу. 20 грамм стучков из фасоли прокипятить в одной литре воды 30 минут. Берем стучки фасоли. Настоить, процедить и пить по 0,5 стакана три раза в день. Белую фасоль намочить на ночь, а утром съесть на тощак одну столовую ложку. Взять по одну стакану соков морковой брусельской капусты. Смешать, пить по одному стакану смеси два раза в день после еды. Ежедневно глотать по три-четыре сырые желтки или белые фасолины. Желтые или белые фасолины в течение одной недели. Субтитры создавал DimaTorzok